Всем добрый день, всем мира и добра, меня зовут Валерия. Итак, мы с вами продолжаем говорить про мешки под глазами. В частности, мы с вами говорим про скуловые мешки, про малярные мешки, про софы, в общем-то, все то, что у нас может возникнуть с возрастом под глазами. Я вам уже делала отдельное видео про аптечные препараты недорогие, про венотоники, которые помогают нам бороться с мешками под глазами. И отдельно проговорила про масла, которые тоже помогают повысить упругость и эластичность нашей кожи и помогают нам в том числе бороться с мешками под глазами. Ну, а сегодня я вам подскажу еще один вариант эффективной борьбы с малярными мешками, с куловыми суфами, которые у нас возникают. Так вот, это просто-напросто смесь нашего масла, которое мы с вами и так можем применять, и аптечное средство, которое применяется от отеков. В общем-то, не буду повторять, что когда у нас с вами есть мешки под глазами, важно не только повышать упругость и эластичность нашей кожи, но важно еще бороться с локальными отеками, которые возникают в области наших мешков. Поэтому будет идеальное сочетание, если мы с вами используем, ну, допустим, не уходовое средство, а какое-то масло, которое омолаживает нашу кожу, повышает упругость и эластичность, и аптечный препарат, который борется с отеками в этой зоне. Например, вы можете делать смесь из масла шиповника, о котором я вам говорила, и двух аптечных препаратов, например, троксивазин или троксирутин отечественный, или, например, препараты с эсцином, в данном случае у меня находится эсковен. И вот такую смесь наносить на скуловую зону, там, где у нас с вами образуются, собственно говоря, малярные мешки или суфы. И вот такая смесь, она очень быстро впитывается по истечении 10-15 минут, после того, как мы с вами нанесли, если она полностью не впиталась в остатки, нужно убрать бумажной салфеткой. И вот если мы с вами регулярно наносим такую смесь, то наша кожа очень быстро подтягивается, становится более плотной, и у нас уходят отеки. Но также мы с вами можем делать смесь из, допустим, того же самого масла шиповника или масла расторопши, и, например, парафармацевтических препаратов, я вам говорила, есть венотоники, да, которые как бы не лекарственные препараты, и в то же самое время это особая такая косметика, парафармацевтика, да. Эти препараты, которые предназначены и очень часто продаются, не только в аптеке, но и в обыкновенных магазинах, как бы для ухода, но при этом содержат в себе аптечные добавки, например, такие как рутинка, как экстракт конского каштана, экстракт пиявки и так далее, и тому подобное, ну и плюс эфирное масло. И для того, чтобы усилить эффект, вы можете использовать такие венотоники вместе, например, с маслом того же шиповника, да. Делаем такую смесь и снова-таки наносим на скуловую зону, там, где у нас образуются мешки. И такие смеси вы можете наносить на постоянной основе, если у вас хронические мешки, хронические отеки, но я бы советовала минимально 2-3 месяца, да, потом можно сделать перерыв. Либо же, если вы, вот скажем так, подлечили свою кожу, подтянули свои мешочки, вам нужно просто поддерживать результат, вы можете использовать 2-3 раза в неделю такую смесь. И смесь как бы заменяет уходовое средство. В то же самое время, по мере того, как смесь у нас впиталась, через 10-15 минут, допустим, промокнули остатки, если остатков нет, вы можете нанести свое уходовое средство. Поскольку смесь мы с вами все-таки наносим локально, допустим, на зону мешков, то все остальное лицо наше нуждается в уходовой косметике. Вот и все, вот и все подсказки. Мы с вами берем масло, которое само по себе помогает нам укреплять нашу кожу, повышает ее упругости, эластичность. Ну, масло шиповника тоже помогает нам бороться с отеками, поскольку содержит витамин С. И усиливаем это масло аптечным препаратом или парафармацевтическим препаратом с венотонизирующим эффектом. У нас получается просто вот такая вот смесь бомба, и которая повышает упругости, эластичность кожи, и в то же самое время, которая помогает нам бороться с вот этими самыми локальными отеками. И уже буквально через несколько дней мы с вами можем заметить, как у нас с вами существенно уменьшаются мешки под глазами, поскольку уходит отечность. А я напомню, что жировая ткань, которая здесь сползает, ну, по крайней мере, суфы, она очень хорошо удерживает влагу. И из-за того, что здесь локальная зона ограничена, очень часто отеки задерживаются, даже если мы с вами их полностью убираем с лица. Мешки могут быть и в молодом возрасте, и в зрелом, вот за счет того, что здесь накапливается жидкость. И вот такое сочетание масла, да, и парафармацевтический препарат или оптичные препараты, например, троксилазин, троксирутин или препараты с эсцином помогают нам бороться с вот этой самой отечностью. Ну, а теперь минутка благодарности. Я хочу поблагодарить вас, мои дорогие зрители, за ваши донаты, за ваше спонсорство на моем канале, за ваше суперспасибо. Я напомню, что последний год все эти деньги идут на помощь харьковчанам, которые пострадали во время боевых действий, которые остались без жилья, которые получили ранения. Также мы поддерживаем стариков, мы поддерживаем тех пенсионеров, которые являются опекунами своих малолетних внуков. Ну, и по возможности мы помогаем животным. Поэтому спасибо вам большое за поддержку харьковчан через мой канал. Ну, и напомню, что ваши донаты вы можете оставить любым удобным для вас способом по ссылкам, которые есть в описании под любым видео. Еще раз, огромнейшая вам благодарность от меня. Главное, набраться терпения, чтобы у вас было желание с этими мешками бороться. Вот такой простой совет. Берите к сведению, преображайтесь и будьте здоровы!